всем привет мои котята с вами мурка дикая кошка сегодня я вернулась к вам снова в игру состязание звезд скачки и как вы видите у меня уже 17 золотой уровень у меня стоит новый конь сейчас я вам немножко о нем расскажу он очень крутой очень классный зовут фрэнш и блиц я его называю блиц скорость без границ да это отсылочка к нашумевшему мультику зверополис в свое время там был ленивец блиц но у меня здесь спортивный конь блиц сейчас я немножко соберу денежек с усадьбы поделюсь секретом ребят это вообще что-то с чем-то так дорого стала прокачивать лошадей то бишь мой блиц сейчас 37 уровня это мне понадобилось 100000 только на прокачку самого уровня в каждой категории то есть где-то в районе 300 тысяч я точно потратила я в шоке мои лошади раньше зарабатывали чуть ли не по ляму а сейчас они не могут даже 200 тысяч набрать нормально ну да ладно собственно про коника коник у меня кастомный ребят почему именно кастомного сделала коня дело в том что мне нужно было хватит там мяукать господи между собой что вы как я не знаю ребят извините у меня животное собака с кошкой чуть не поделили значит рассказываю коник значит я его создала примерно тогда же когда я создала мериду я создавала его без записи думала ну хочу кнопстропера хочу кнопстропера и хочу чтобы он вот был у меня самый красивый самый лучший история немножко такая я хотела сначала черного потом ничего мне не понравился я решила сделать его коричневым то бишь вообще ни о чем гнидой серый мы пробел его и вообще вообще там ни хрена не видно было вот и в итоге мне попадается офигенно рыжий цвет который буквально подходит вот к этим пятнам я такая блиц давай я тебе вообще давай я тебя такими сделаю вот это вообще первое что я сделала саму лошадь самого жеребца ну и собственно говоря дальше рассказываю то что как же мне его назвать то думаю я полистала просто так какие имена какие клички для лошадей что-то мне все не нравилось не нравилось я думаю ну надо ведь как-то его назвать чтобы он как бы оператор как читал оператор читал или как его там и кличку я люблю когда клички читают они просто номера называют допустим как в случае юры да у нас комментатор читает только кличку только номер лошади как так и я продолжаю листать все клички и мне попадается дружелюбный блиц собственно говоря ну а чё бы нет как говорится блиц скорость без границ выкачивала я этого коня на протяжении четыре нет трех уровней двух трех уровней последнее я не могла пройти на сапфировом оазисе кстати да вот по поводу скачек мы сейчас прокатимся с вами на нем но мы прокатим против против противника против лорда калптона вот значит что хочу еще сказать по навыкам у меня навыков пока никаких нет в связи с тем что я просто проходила уровне так скажем до 15 16 и вот сейчас 17 я проходила просто уровне и побыстрее его немножко прокачать чтобы он его уже показал в том виде в котором в принципе конь достоин быть так что вот так же я с варвольфом попрощалась но я думаю ненадолго потому что я его еще раз выкуплю он стоит будет всего там 32 тысячи это ну как бы нормально и я его еще вкачаю он у меня есть и урчика стофуча мне продаю они у меня классные красивые между прочим максимального уровня оба жеребца с юрка не снимаю племенника так как вывести лошадь восьмого уровня слишком сложно у меня есть я сейчас покажу вам этих коней но они мне не нравятся и я думаю что бы с ними сделать что по поводу оазис мне безумно нравится эта лошадь я ее оставлю так же выкачу на 35 уровень это будет круто это будет классно вот у меня есть вот такая вот а из она кстати тоже knapp струпер но чем меня в ней смущает вы понимаете да несуразный фит это первое что ну как бы должно смущать в лошадях да у нее немножко несуразный фит у нее не очень красиво расположены пятна и ну че то вот в ней не то ну в принципе в принципе жеребят она мне приносит классных то есть вот сейчас я вам покажу двух коней которые вот от нее по крайней мере были я ее пока оставила чисто для разведения а там дальше будет видно так что по вот кстати дала с восьмого уровня конь так парадословный а от стелы стелу я продала я продала блум валтера стелу варвольфа еще там пару коней дело в том что ну как бы они мне были не нужны мне нужны коли больше стоило сами понимаете я вам уже объясняла в некоторых роликах что я продаю лошадей независимо от того как они развиты у меня потому что они мне нужны были некоторые лошади просто нужны мне были не для коллекции а для прохождения уровня проходной уровень это конечно на вот такой вот жеребчик он сын стелы мне очень понравилась его морда изначально эту морду невозможно не потянуть на супер пупер мупер на меня сейчас убьют некоторые ну ты же ты любишь юрочку да ребят я люблю юрочку я люблю его окраску и я люблю его за то что он самый крутой кони и у него достаточно много побед но даллас и не знаю почему я этого коня просто несуразный я хочу назвать его даллас это все вот ему это имя подходит я выберу оставила чисто для разведения ну как бы впоследствии он становится племенником у меня и я развожу с ним лошадей вот таким образом так следующий на очереди два прикольных коня это коня это кобыла я забываю что я немножко то мою не видите кэнли кэнли это девочка а нор это мальчик вот два серых лошади но что-то в них никто кстати вот по поводу кэнли она дочь а из моей почему-то безумно понравилась я не знаю почему я обычно таких лошадей не беру но вот вот семерочка осталось я ее в качестве на 5 разведения оставила прикольная морда вот тут но мне очень понравилась морда как раз он сын канди моей то есть много на все 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 поняли все все этот я его оставила дальше идет альман ну опять же жеребец он чем-то смахивает на юру я не пойму почему он получился от канди и босса у что у босса что у канди не было вот гнидого гену фиг бы с ним пусть и стоит и ребята просто вот 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 нонсенс конь называется я его обожаю его обожаю я его выкачаю он будет моим мяшем еще одним значит смайл ребят мы все помним сисо смайла моего любимого серого коня который мне впоследствии понравился но на суть и он сын айс и сын плюм перс а перспектива полная перспектива плюм 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 я не помню пум или плюм правильно читается я в английском здравствуй дерево ну да ладно что у этой гниды что у этого белогниды я была в шоке когда родилась вот это честно я была просто в шоке я его оставила ты у меня остаешься сто процентов так вот вот эти двое пока не знаю но она производитель хорош но как бы она хорошая к была в качестве производства но пока думаю вот этого восьмерочка не знаю снора тоже фиг его знает даллас останется а вот с айс я еще подумал может я его покачаю и нафиг ее вот но близ мне безумно нравится конь давайте я вам его просто так еще раз берем выплаты это все очень дорого то есть вот чтобы элементарно настроить вот это вот только это блин двести восемьдесят тысяч ребят то есть то играет готовьтесь к тому что у вас мы сейчас идем в парк королевы виктории и соревнуемся с лордом калповым ребят вот знаете не люблю штрафы но вот 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 этот конь он сейчас сделает все за нас поверьте опять же покажу просто что тофи юра ты шо в общем говоря берем блица блиц скорость без границы нас и погнали да звук сейчас на данный момент я поменяю на игровой то бишь будете слышать только игру меня не будете слышать но после забега и я скажу свои мысли так что вот таким вот образом все встретимся после забега украшения Продолжение следует... 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 о да я сделала так ладно ребят сразу скажу почему разрез у меня первый блин кому то бишь я пришла вообще там какой-то 5 10 но я же вам не хочу показывать хочу точнее показать как это было но я покажу это думаю в конце видео чтобы мы видели какая у вас неудачница ну да ладно первый блин реально был комом поэтому я сейчас на данный момент перезаписала это видео и все таки я победила я думал точно выиграю сказал нам ричард новый да ребят пока на секундочку расскажу просто такую ситуацию что мы как бы играем за человека который приехал на ферму и ну за девушку который приехал на ферму и восстанавливает имя своего отца или деда отца по-моему вот и получается такая ситуация что господин каутерп он не знал всей истории а его отец вкратце да его отец допустим с нашим отцом соревновались как раз в парке королевы виктории это было дружеское соревнование они разошлись в плане того что разыгрались вот там я такой я тебя ну короче получилось немножко с дружеского перешли на войну шку так скажу и лорд каутроп осадил нашу осадил коня нашего отца и к сожалению лошадь стала резко надо бы человек упал ну и очень все умер да ну вот такая вот история небольшая я эту историю к сожалению пропустила дело в том что сами понимаете прокачка уровня вот и собственно говоря когда это узнала я поняла что тут что-то нечисто в общем вот такие вот дела и ричард он не хочет принимать это всерьез но я думаю что последствии он все-таки дойдет своей головой что ну что он не прав ну да ладно мы получаем 867 тысяч 250 сверху у нас миллион вообще куча сейчас посмотрим что нам кто скажет сюжетец видите он такой добренький улыбается все везде красиво все вести хорошо забираем что-то ты расстроился мужик мне что-то это я в общем я спросил отца о том что произошло в сапиром оазисе и не жаль я даже не подозревал видите ситуация как накалилась что именно семья калтропов убила отца нашего так скажем я не знал что это был несчастный случай что отец винил во всем себя за все годы он ни слова не сказал мне очень жаль правда и вот теперь ты знаешь в общем вот так так вы видите не ниже 60 тренируйте лошадь разгон до 35 уровня продайте лошадь с разгоном не ниже 160 иной раз софи меня раздражает лошадь с твердым покрытием у меня нет я буду выводить и еще лямчик прокатить в общем так мои котята давайте сейчас попробуем вывести лошадь что вас конечно получится что такое так мне надо и мне нужно лошадь лошадь так как вы видите да то что у нас сейчас заплеменники такие так этот будет не очень хорошо смотрится вот этот полу спирит нет а ты 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 мне нужен да ты мне нужно так мы выводим вот так ребят я не буду ждать да вы сами меня понимаете я хочу посмотреть на этого няшу вообще кобыла и оазис я безумно довольна в плане чего она мне приводит приносит же ребят таких каких не надо то есть вот сейчас это будет что-то бежевая явно что-то бежевая с крутым носом и симпатичным симпатичной моськой мне пофигу что это седьмая кобыла ну давайте мы ее так и назовем да это что-то бежевая сяра кстати будет красиво смотреться и мы сейчас ниже попробуем вывести на секундочку посмотрим на тебя касается да в принципе у тебя сейчас все будет хорошо по родословной так у меня денег еще остались давай так мы берем тебя смотрите какой прикольный конь ну пилочку мне да давайте с ним же 300 тысяч мне опять что-то останется скажите ворка что ты делаешь ой это шелая белая морда жеребчик семерочка посмотрим нормально богованный видишь какая морда те что такой милый то да мне нравится жеребец но я эту морду продам сейчас в общем ладно ребята давайте на этом закончим я вам сейчас покажу как весело это все было в общем вот значит кобылу мы опять же оставляем вот эту она мне нравится вот тогда мы 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 нет нет кобылы наверно не спали пока оставлю так тебя мы продаем господи я ребят секунду косяк петрович очень мягко ладно оставайся так в общем вот вот такие вот дела у нас блиц скорость без границ он стоит наравне с юркой но немножко выше уровнем опять же ланинка ребят всем до встречи в следующей серии я надеюсь что я не опухнусь в этот раз кто играет в эту игру в стиме сообществе я выложила этого коня то есть кому он понравился берите забирайте я не против зовут его фрэнш и близ так что вот все всем спасибо удачи до встречи до встречи в следующей серии пока пока и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...